Как говорится, ни для кого не секрет, почему человек начинает заниматься чем-то противоположным порой, да, то есть, ну, что касается меня, я сам был в ловушке некоторое время, наркомании, но я такой счастливчик, что мне повезло, то есть, счастливчик почему? Потому что многие не могут сами бросить что-либо, им нужна по-любому помощь. Мне так уж повелось как-то, что мне нужна помощь больше просветительская, я вот люблю реально посмотреть, изучить что-то и быстренько для себя сообразить, а, 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 вот так вот, все, и получается, мне хорошие попались материалы просветительские, хорошие люди, я не проходил каких-то супер реабилитаций, там, чего-то еще, хотя у меня была жесткая как бы зависимость в отношении вот как раз-таки легких. Конопли, конопли, да, то есть, это не пропаганда сейчас никакая, то есть, хочу сразу зрителей отвлечь от этого момента, и сейчас вы поймете, почему это не пропаганда, потому что, во-первых, я вот уже больше восьми лет занимаюсь сам просвещением, и просветил, горжусь этим, уже около 20 тысяч вживую выступлений, вживую, это в школах, в классах, в образовательных учреждениях, просто, в основном это дети, в основном это учащиеся, но также и где-то встречи были на каких-то предприятиях. Я этим занимаюсь просто потому, что я понял, я реально изучил, как дела обстоят у нас в Беларуси, допустим, и также я в России этим занимаюсь, и понял, что, ну, если я не вижу супер каких-то классных просветителей, значит, их нет, то есть, логично всё, значит, никто сильно этим не занимается, кроме, конечно же, милиции, врачей, педагогов на местах, но это люди, которые делают это, как, сказать, как дополнительное какое-то немножко знание какое-то, чуть-чуть, а вот чтобы профессионально этим заниматься, это, конечно, должна какая-то группа, общественная организация заниматься. Вот, я повстречался с организацией «За мир без наркотиков», и это международная организация, у них замечательные брошюры, замечательные видеоролики, и я понял, что скрывать от детей, даже от детей, правду, это значит, то, что, скорее всего, если они правду не узнали, то они захотят узнать неправду, то есть, тут варианта два, или наркотилер познакомит с информацией, или же просветитель познакомит с информацией, и вот какая информация останется у человека, такой он будет пользоваться, это же как бы очевидно. У меня были такие «дружки», в кавычках, городок маленький, которые познакомили меня вот с наркотиками, и таким образом я им доверился и начал как бы чик-чик-чик, всё заварилось. Но то, что я вижу, если грамотно провести не устрашающую никакую профилактику, а просто вот разжёвывать, что это такое, как это работает на тело, что с человеком происходит, какое последствие, если реально пообщаться глаза в глаза с человеком, даже маленьким, я это практиковал со вторыми классами, второй класс, потому что сначала грамотный лектор, как он делает, он выясняет, что реально для человека, он задаёт вопрос, «А вы знаете то-то, то-то, то-то?» И вот когда получают отклик, и открываются глаза, что они всё прекрасно, уже сами всё схватили давно, потому что это в их окружении. Папа пьёт, там мама злопотребляет, бабушка, дедушка, брат. Они видят это. Зачем обманывать маленьких людей? И ты понимаешь, что «Ага, хорошо, я буду эту информацию использовать и показывать, к чему это может привести». И действительно, потом я их привожу к ответственности, что ответственность штука простая. То есть всё зависит от того, какое ты тело хочешь, какой ты хочешь ум в будущем. Если хочешь вот такое непонятное какое-то существование, пожалуйста, используй. Но если ты хочешь преуспеть, и тут я направляю внимание на цели, хочешь преуспеть, добиться стать классным музыкантом, спортсменом, извини меня, эти люди не проходят через... Ну, в плане, они не злоупотребляют этим. То есть они без этого живут. Потому что здесь ты делаешь или это, или это. И таким образом, реально, я им даю, и в конце они реально... Вот я вижу прямо, как поднимаются они в понимании того, что их не запугали, а им предложили как бы выбор, что если ты будешь ответственно подходить к своей жизни, то всё будет окей, и всё у тебя получится. И реально это работает. Это работает, потому что, опять же, или же информация поступит, что это «хорошо», в кавычках, или же информация поступит такая, что, ну, правдивая. И вот мне понравилось это движение «За мир без наркотиков», что просто правдиво рассказывают о том, как дела обстоят, и таким образом человек сам может принимать решение. Потому что я точно знаю, что человек допускает ошибки в своей жизни по двум вещам. Первое — это когда у него нету знаний, он вообще ничего не знает об этом, и он совершает что-то, и ба-бах, ему прилетело что-то, и он такой, ой, а что это такое было? И второй — это когда... Второй пункт — это когда он применил ложные данные. И вот как раз что такое наркотики, да? То есть это ложные данные, что тебе будет классно, тебе будет супер... Здесь вот аналитическое мышление, ты начнёшь творить. Но суть в том, что как бы ты начнёшь творить, возможно, несколько раз, а всё остальное время у тебя возникнет зависимость, и ты погибнешь. То есть почему об этом ещё не рассказать? То есть продавец же наркотиков об этом не рассказывает, он рассказывает только об этих вещах. Вот, поэтому я понял это, что у людей много ложных данных. Я просто, получается, их убираю, просвещение. И я считаю, что просвещение, оно всегда работает. Только, ну, как сказать, невежественный человек будет сидеть и думать, что его всё в жизни хорошо, я всё знаю, как бы, и почему-то не преуспевать. Вот, знаете, вот, возможно, я вот преуспеваю сейчас именно потому, что у меня нету первой, как это называется, первое препятствие в обучении, в любом обучении в жизни у человека, когда он думает о том, что вот у него с чем-то встречается, что-то изучает, и у него, если срабатывает механизм, я и так уже об этом всё знаю, я ничего нового не узнаю. Ну, я как бы знаю. Он ничего действительно нового не узнает, если это срабатывает. У меня это не срабатывает, потому что я, ну, как бы поставил себе этот вот момент, такой, да, можно сказать, установочку, что для меня всё ново, я хочу узнать. Если мне это интересно, всё, я буду в глубину нырять, изучать это, пробовать, смотреть. И если посмотреть на замечательных людей, которые достигли большого результата, то они так же поступают. Тут я ничего нового, наверное, людям не скажу, ну, просто или ты это делаешь, или ты достигаешь успеха. Live Format Субтитры создавал DimaTorzok